Итак, ребята, всем привет! С вами снова Михаил, и я начинаю прохождение игры Hitman, которая вышла в 2017 году. Да, проходим мы её, к сожалению, с опозданием, но на то есть причина. Я долго упорно дожидался, пока выйдут все сезоны. Если я не ошибаюсь, то их 5, 3, 4, даже 6, 7. Нет, серьёзно, я почему-то думал, что 5. Ну, нихрена себе. Вот, как бы то ни было, мы будем проходить, соответственно, по порядку. Мы начнём с первого сезона, пройдём первый сезон, потом пройдём дополнительную кампанию к первому сезону, которая называется Нулевой Пациент. Не знаю, как много займёт прохождение, но посмотрим, потому что игра достаточно жирненькая, поскольку была разделена на сезоны. Вообще, я являюсь самым достаточно большим фанатом игры Hitman. Я с большим удовольствием в своё время проходил первую, вторую часть, на огромное количество их раз прошёл. Ну и последующие там типа Blood Money, Contracts, что там ещё было, я уже даже подзабыл. Вот, их я там все по одному проходил, но в целом я от них получил там достаточно большое удовольствие. Вот, ну, по крайней мере, для меня всё-таки эталонная остаётся первая и вторая часть, потому что сюжетно они мне кажутся интереснее. В плане стелс-экшена в игре как бы из игры в игру не было никаких нареканий, то есть достаточно он был всегда интересным, насыщенным, но достаточно свойственным Hitman, то есть там с переодеваниями, да, то есть не было вот чего-то такого, что свойственно было бы, предположим, как с Plinter Cell, например, да, где он всё-таки не переодевается, например, как минимум, а больше как некоторый такой боевик действует. Ну ладно, это всё дело такое. Давайте начнём с пролога. Так, пролог вообще, насколько я помню, ну, по крайней мере, в Википедии написано, является приквелом к первой части, которая коденеем 47, которая там вышла, ух, более 10 лет назад, если не ошибаюсь. Вот, а основная игра разворачивается через 6 лет после событий Hitman Absolution. Вот, Hitman Absolution я вспомнил. Ну, ладно, погнали пролог. В прологе у нас вообще обучение будет, на самом деле. Серия у нас, тем более, до кучи вводная будет. Такая, небольшая серия, я бы сказал. В этом обучении особо даже диалогов не будет. Учебный комплекс МК, 1999 год. Добро пожаловать в программу агентов-новичок. Пожалуйста, пройди в направлении ламп, и я буду ждать тебя внутри. Великолепный вид, правда? Меня зовут Диана, позволь тебя проводить. Похоже, кто-то у нас очень скрытный. Тайны наш главный товар. Кроме того, насколько я знаю, у тебя у самого их немало. Если хочешь знать, я не такая, как ты. Я оператор. Агенты и операторы работают вместе. Знаешь, выражение «опознай врага своего». В этом и заключается моя работа. Знать врага — это полдела. Знаю, но не менее важно знать и самого себя. Я работаю над этим. Я читала твое дело, очень впечатляет. Ты часто импровизируешь, но думаю, на заданиях иначе нельзя. Расскажи, как это — забирать чужие жизни? Спонтанно, беспорядочно. Ты поэтому здесь? Поэтому позволил себя проверить? Возможно, проверяют не только меня. Ну вот мы и на месте. Начальный курс стартует в 6 утра. Тебе лучше подготовиться. Вы уверены? Да. Второго шанса не будет. Мисс Барнвуд, только не здесь. Я выбираю его. Могу я спросить, почему? Он словно чистый лист. Асоциально апатичен и неотзывчив. Без сомнения, у парня отличные задатки, но... Возможно, я вижу возможности там, где другие видят лишние достатки. Сэр, разве не в этом работа оператора? Посмотрим, убить может каждый, мисс Барнвуд. Он по-прежнему ничего не помнит. Если и помнит, он об этом молчит. Мы обязательно изучим эту историю. Госпиталь в Румынии, да? А пока не спускайте с него глаз. А, госпиталь в Румынии — это где все начиналось? Где его вроде бы... Типа как... Изобрели? Агента 47-го. Добро пожаловать на тренировку повышенной сложности. Прототипом этого задания стала операция в Сиднее. Целью был Келвин Риттер, знаменитый грабитель по прозвищу Воробей. Целью был Келвин. Тебе нужно проникнуть на яхту, изолировать, затем устранить цель и скрыться. Все незаметно. Запомни, ты агент МК, самый опасный человек в любой ситуации. Но грубой силой в нашем деле многого не добьешься. А настоящий профессионал никогда не привлекает внимания. Удачи, новичок. Так. Небольшое вводное слово давайте тут маякнем. Игра начинается с пролога, в котором действие разворачивается за 20 лет до события самой игры. С момента, когда агент 47 только начинал работать на ИЦА. Где он знакомится со своим будущим связным Дианой Бернвуд. Я, кстати, не знал, какая у нее фамилия, потому что в первой и второй части, насколько помню, она не упоминалась. И вообще Диану не показывали, там, по-моему, чуть ли не до Абсолюшена. Я не помню, в какой части Хитмана его в гробу типа хоронили. Там был момент. И, по-моему, только там можно было Диану увидеть. Но там такая очень достаточно насыщенная эмоциональная сцена. Потому что вообще, можно сказать, полноценно Диану показали только в этой части. Ну, лично вот так, мое мнение. Агенту предлагают пройти в огромном тайном комплексе ИЦА в Гренландии тренировочную миссию. Несмотря на исключительные показатели, великолепную подготовку агента, директор ИЦА Эрик Содерс настроен враждебно по отношению к нему. О прошлом нового агента ничего не известно. Диане Бернвуд приходится многое поставить на кон, чтобы убедить Содерса провести финальное испытание тренировочную миссию по устранению советского шпиона-перебежчика Джаспера Найта. Прообраз этой миссии в 1980-х годах был успешно выполнен самим Содерсом, который смог проникнуть на территорию советской военной базы на Кубе и убить шпиона. Агент, взявший оперативный псевдоним 47-й, с блеском справляется с всеми заданиями. Ну ладно, дальше это уже... Идет уже другая часть игры, но в целом как бы ладно. Как показали предыдущие испытания, ты обладаешь необычным развитым восприятием. Инстинкт поможет тебе понять, где находятся другие люди, почувствовать их движение и даже найти свою цель. Ага. Вот он. А что меня сохраняют каждую секунду, я понять не могу. То есть я же могу вот сам, предположим, делать отдельные сейфпоинты. Ну вот реально, что каждую минуту у меня сохраняют слот сохранения, авто. Раз, раз, вручную можно еще. Ну хорошо. А почему мне не дали вообще уровень сложности выбрать? Потому что, ну я бы, может, что-нибудь поинтереснее выбрал. Отсутствует отмычка. Блин, он русскую раскладку показывает, что за бред вообще. Жесть, ненавижу, когда так происходит. Найтвив, мощной вор. Название корабля. Ну-ка, что у нас тут вообще есть интересного? Надо посмотреть. Нас, наверное, просто так не пропустят, скажут, что типа вот кто-то такой. В этом костюме ты не пройдешь мимо охраны. Лучше избежать конфликта и поискать другой вход. Так, ну вообще, да, тут как бы достаточно очевидно, что нужно было вот к этому чуваку идти. Че? Механик тебе мешает. Ну, пробуй подкрасывай бесшумно нейтрализовать его. Интересно, как он его нейтрализует? Струной удавкой или в рукопашном бою? Находясь за спиной человека, нажми... Ага. Вручную. Потому что раньше в Хитмане... Ну, опять же, я всегда буду замискроваться. Угу. Ну, все, я понял. А, Е, господи. Например, ты наделал его одежду. Это что-то новенькое. Но вполне может сработать. Как правило, люди видят униформу, а не лицо. Но будь осторожен. Некоторые люди более наблюдательны, чем другие. Неплохо, новичок. Прежде чем двигаться дальше, не помешает замести следы. Вскрывать свои действия повышает шансы на успех. Туалет отлично подойдет. Ага. Господи, привыкнуть еще к этой русской складке. Отдыхай. Хорошо, его здесь не скоро найдут. Опять же, вот, я, да, всю мысль-то не могу закончить. В первых, в трех Хитманах там что-то нелетального устранения в рукопашном бою не было. Там, по-моему, был вот этот шприц со снотворным. И, в основном, всех остальных-то столько струной удавкой выпиливать. Игра сохраняется автоматически. В меню может сохранять, загружать игру. Ага, хорошо. Не надо, я сам разберусь. В этой форме ты сможешь пройти через служебный вход. Просто... Веди себя естественно. Ну да, я, насколько помню, опять же, по предыдущим частям, что перед неписями желательно не бегать. Так сказать, обходить их. Постой. Люди со значком стражника сочтут вас подозрительным. Не попадайтесь им на глаза. Они хорошо знают свою команду и без труда раскроют вашу маскировку. Так что не поп... Ага. Ага, ага, ага. Войти. Энтер, блядь. А как понять... Это у этого? Ты вошел. Хорошо. Для начала найди цель. Согласно данным, он должен быть у бара. Согласно данным, он должен быть угрозом. И вообще странно, что в двери нельзя подглядывать. Это твоя цель, мистер Риттер. К сожалению, здесь полно свидетелей. Лучше последить за ним, посмотри, сможешь ли ты его изолировать. Ты знаешь, что это лучше, чтобы быть большой, маленький, маленький, маленький. Ага. Смотри! Да не, я так хожу. Отравить. Ага, ну мне нечем отравлять, да и на глазах у всех это делать. Хм, как и ожидалось, механики... Если хочешь слиться с окружением, тебе понадобится маскировка получше. Да, механиков туда не пускают, ясно. Значит, нам придется опять кого-то выпиливать. Бросьте гаечный ключ, чтобы оглушить шеф-повара. Бросая дубы и предметы в людей, их можно оглушить, не убивая. Если их найдут, то поднимут на ноги. Ага. Держивайте правую кнопку мыши. Ого, от этого шрам останется. Хорошо, что у нас отличная страховка. Беднега. Кастрюлю отравить тоже можно. Так, сломать шею? Нет, не надо. Во. Замаскироваться. Лично. Итак, в отличие от механиков, обслуживающий персонал может подниматься наверх. Догадываюсь, что у тебя на уме. Очень нестандартно, одобряю. Так, в морозильную камеру его. Иди, охлади свое траханье. Так. Ну, молоток мы не будем с собой таскать. Это же нас, наверное, будут, так сказать, прощупывать перед тем, как попасть дальше. Нет, не будут. Странно, но хорошо. Частная палуба. Так, дело пошло. Ну, согласно нашим данным, Риттер тоже стражник, который набирает свой личный экипаж. Так что действуй осторожно. Ага. Так, ну давайте, пока он там лясы точит, то мы тут походим, посмотрим, че тут, какие возможности есть. Бюст стоит. Так. Сюда нельзя, написано «Приватное место». Можно... О, а вот сюда можно. Хотя, нет, мало того, что заперто, отмычки у нас нету. Да и охранник палит в ту сторону. Вертолет. Бумажный. Куча всяких монтировок. Включить пожарную сигнализацию. Будем иметь в виду, что наверху есть пожарная сигнализация, но это... Видимо, какой-то не очень нужный нам кипиш. Окей. Ну и че, вот знаем, что мы... Если подойдешь слишком близко, цель раскроет тебя. Чтобы подслушить разговор, попробуй смешаться с толпой. Ага, понятно. Ты напортишь репутацию, да пошли вы в жопу. Растворяешься в толпе. Отлично сработано. Мистер Норфолк, как приятно, что вы прилетели. Не желаете ли выпить? Спасибо, нет, еще нет шести. У меня очень строгая жена, знаете ли. Сочувствую. Итак, как раз вовремя. Я настроил компьютер у себя в кабинете. Пройдемте. Да, пожалуйста, я за вами. Отлично сыграно. Если победим, можем угостить... Угости меня выпивкой. В любом случае у Ритера намечается частная встреча с джентльменом в белом. Нам это может быть на руку. Перестать сливаться. О, привет! Моя кабинета готова? Здравствуйте! А ну, пошла нафиг. Ага, вот это... Ну, так вот, ты получил блубки. Много впечатляет. Люди получают, что они платят, мистер Норфолк. Люди получают то, за что платят. Сейчас я найду ваши папки. Технологии не моя сфера. Обычно мои клиенты коллекционеры искусства. Это что такое? Какой-то реактор? Ну, не совсем реактор. Нет, не совсем реактор. Что? Подожди. Постой. 50 лет. Продолжение следует... Может быть... Может быть... 75 или 100. Я... Не хочу сказать... Повторить, но... Кто-то, кто делает это в маркете первым... ...с этим реактором... ...будет... ...будет... ...по... Что? Реактор завоюет мир? Что ж, я болею за вас. Это твой шанс. Вон, смотрите, струна-удавка есть. И пистолет. ИК-19 он называется. Трактический пистолет. Затвор кожух. Сделан на заказ. Низкий темп стрельбы с высоким уроном. Вообще, для агента 47-го самое талонное оружие. Это АМТ Hard Silver Boiler. Я вот все еще помню, как называется. Это два этих пистолета. С которыми он там... Можно сказать... ...всегда ассоциировался. Цель уничтожена. Теперь спокойно направляйся к выходу. А что, его прямо так оставить? Так, а как его убрать? Так, а как мне убрать пистолет-то? Подождите. Я его, конечно, могу здесь оставить как бы без задней мысли. Так, я еще вот так сделаю. Так, назначение клавиш. Как убрать пистолет? Использовать предмет. Маскировка. Ага, русская раскладка. Сука. Снаряжение. Бросить предмет. Сдаться. Размещение предмета. Блин, ну мне же нужно будет в течение игры доставать и убирать. Ловкие действия. Что такое ловкие действия? Алло. Ты счител использовать предмет? Ладно. Оставим на этот раз. Я надеюсь, что разберемся. Красная машина это точка эвакуации. Просто нажми кнопку и ты в безопасности. А, вот оно что. Изначально мы именно ее приметили, эту машинку. Мы очень опрометчиво прошли через стражника, который знает, как было указано там, типа всех. Ну ладно. Ну хотя, с одной стороны, он только, наверное, вот этих инженеров знает, а мы-то, так сказать, из другого состава. Тренировка повышенной сложности пройдена. От себя добавлю, элегантно сработано, новичок. Похоже, моя интуиция не подвела меня. Я с нетерпением жду финального экзамена. Как вы догадались? Я сама вам говорила, он способный. Невероятные показатели. Такие навыки и рефлексы. Можно развить только путем долгих тренировок. Огромная сила и никаких моральных ограничений. Он может быть опасен. Я думала, это нам и нужно. У всех агентов есть слабые места, мисс Бернвуд. Болевые точки, которые позволяют держать их в узде. Но этот... Возможно, лучше просто... Дайте мне шанс, сэр. Дайте ему шанс. Я беру всю ответственность на себя. Хорошо, все в ваших руках. Снова здравствуй. Агенты МК способны на любое задание выполнить разными способами. Повтори упражнение, но теперь используй другой подход. Импровизируй. Меняй стратегию. Мы будем следить за тобой. Так, я вообще крайне недоволен. Где костюм с красным галстуком? Так, окей. То есть, ну мы как минимум можем... Так, дистанционная взрывчатка нет. Это мы возьмем. Монеты? Давайте монеты возьмем. Окей. Монеты. Если вам срочно нужен небольшой отвлекающий маневр, бросьте монету. Те, кто услышит звон, обязательно пойдут посмотреть, что там. Тот, кто найдет монету, заберет ее. Удерживайте правую кнопку мышки, чтобы прицеливаться и бросить ее. Хорошо. Оу-ху-ху. Нет, это все не наш метод. Дистанционная взрывчатка тоже не наш метод. Мы против таких вещей. Видимо, в этой комнате тоже еще какие-то альтернативные варианты будут показаны. Ну ладно. Давайте попробуем использовать отмычку. Использовать. Если сделаете это на виду других, проблем не оберетесь. Достаточно быстро это делает. Нарушение территории. В текущем костюме доступ на участок запрещен. Ага, мы это уже в курсе. Читали про это. Вообще, кстати, мне интересно, есть ли какие-то еще входы туда. О! Ха-ха. Этого товарища мы знаем. Давайте-ка попробуем посмотреть, что здесь. А-а-а. На всякий случай. Угу, смотрите, можно эвакуироваться и через сюда. Угу, там вон сотрудник полиции стоит. Отключить. А, противозаконные действия. Если вас заметят за совершением противозаконных действий, это привлечет нежелательное внимание. Позаботьтесь о том, чтобы в этот момент вас никто не видел. Ну это понятно тоже. Толкнуть. Бесшумная атака. Да. Почему замаскрываться? А, могу. А-а-а. 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 Ну, тут все на самом деле очень легко и топорно. В том плане, что вот, вам шкаф. Вот, человек, который на вас не смотрит. Да. Так, как это просить куда-нибудь? Куда-нибудь. Вообще, раньше на клавише «H» было убрать оружие. Ладно, не надо мне пистолетов этих ваших. Дали бы лучше отраву какую-нибудь. Если охранник найдет лежащее на земле оружие, он поместит его в подобный ящик, это займет только какое-то время. А-а-а. Вот это что за ящики. Опа. Этот дружок нас выкупит. Это что такое? Мы возьмем. Яд. Людей и некоторые объекты в игре можно отравить. Яды делятся на три категории. Рвотный, от которого жертвы затошнит. И смертельный, который за короткое время убивает жертву. И седетативный, который оказывает усыпляющее действие. А вот это вот какой? Я так понимаю, что это мышьяк, он убивает? Привлечение внимания. Вы начинаете вызывать подозрения. Если вас заметят на запрещенном участке с незаконными предметами в руках или за совершением противозаконных действий, охрана попробует взять вас под стражу. А гражданские начнут звать на помощь. Пожалуйста, посмотрите, куда ты идешь, сэр. Тихо, тихо, тихо. А, так он еще и с ядом в руках ходит. Ну ты вообще молодец. Блин, как его убрать? Ходи лучше вот с монетой. Нету вот, блин, варианта. Вот, все, ходи с монеткой. Хм. Так, ну здесь-то его, конечно, еще нету. Угу. И отравить здесь нечего, да? Может, он с девками какими-нибудь сюда ходит, в эту комнату. Так, там есть один человек, который может меня выкупить на раз. Но он, благо, не смотрит в мою сторону. А, нихрена подобного смотрит. Еще как смотрит. Смотрит, но не видит. Это хорошо. Фак. Фух, чуть не спалились. Да не надо мне нейтрализацию, алло, вы че, рано еще. Так, все сильно далеко не заходим, а то этот товарищ. На раз нас выкупит. Так же... Можно ли тут как-то с толпой смешаться? Как бы нам его отсюда прогнать? Хм, секьюрити гай. Да, секьюрити гай. Забавно звучит. Вот была прожарная сигнализация. Ну-ка, если этот товарищ не будет смотреть в нашу сторону, можно, конечно, предварительно сохраниться. Есть сохранение? Есть. Да пропусти меня. Так, где цель? Тихо, 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 тихо. Вот тебя я не ждал. Тихо, 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 тихо. Но самое, что нам нужно, вот эта зараза спряталась туда. Но вот эта вот зараза очень вовремя здесь появилась. Ну ладно, хоть он не запалил нас сразу. А он один в этой комнате? Да, он, походу, один там. Так, нам, видимо, настало время монетки. Так, отлично, он уходит. Он вообще уходит. И этот уходит, твою мать. Так, короче, в следующий раз нужно супер быстро сюда... Супер быстро сюда бежать. Выпиливать его, но, опять же, все окна прозрачные, поэтому... Я не могу сказать что-то интересное, но... Я не чувствую. Спасибо, быстро, 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 быстро. Скажи мне, кто мы искать? Я не могу сказать, что все будет хорошо. Так. Ага. Ну вот, сейчас мы заюзаем. Серьезно, ты такой тупой? Так. Кто-то знает о вас. Чтобы узнать, кто именно, используй инстинкт, удерживая контрол и оглядись. Персонажи, знающие о вас, будут выделены оранжевым контуром. Избегайте их. Попробуйте их нейтрализовать или добудьте маскировку, чтобы избежать обнаружения. Ага. Нас запалили. Понятно. Мгм. Мгм. Поторопились мы немного с выпиливанием этого товарища. Хорошо. Хорошо. Подождем. Подождем, подождем. Снова бежим. Бежим, бежим, бежим. Быстро, 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 быстро. Пробуем его вообще загнать сюда. Так, вот все вон здесь. Можем сохраниться даже. На отдельный слот. Так, вот этот вот нас запалил тогда, паскуда. И все, реально, только вот он палит в нашу сторону. Опа, опа, опа. Сейчас он... Нет? А, он вниз смотрел. Блин, надо было пользоваться. Ну-ка, куда он сейчас будет смотреть? Ага. Пробуем. Это было ничего. Все очевидно. Опа. А вот тут не сказать бы, чтобы нам повезло. На этот раз мы на катере свалим. Так сказать, разнообразие ради. Упс, чуть в воду не пизданулись. Осторожно. И снова отлично. К этому упражнению можно возвращаться сколько угодно. Дай знать, когда будешь готов продолжить. Ага, миссия выполнена. Отлично, вы прошли курс свободной подготовки. Переходите к следующему испытанию или оставайтесь и продолжайте свое обучение. Ага. Последнее испытание. Ну, давайте. Мне только что доложили. Румыния оказалась тупиком. Хотите сказать, он лгал? Нам удалось найти место, но там пусто. Никаких свидетельств, что наш парень там был. Да и вообще кто-нибудь. Кто-то замел все следы. Мы будем копать дальше, но пока все выглядит так, будто он появился из ниоткуда. Вы все еще уверены в нем? Это так важно? Мне сказали, второго шанса не будет. Не стоит верить всему, что вам говорят, мисс Бернвуд. Мое решение неизменно. Ну и хорошо. Я буду следить. Твое последнее испытание основано на реальном задании 1979 года. В вершине карьеры агента Содерса, прежде чем он стал руководителем подготовки оперативников, целью был Джаспер Найт, знаменитый американский шахматист, оказавшийся советским шпионом. Содерс нашел Найта на кубинском военном аэродроме и убил, хотя все обстоятельства были против него. Тебе предстоит сделать то же самое. Слушай внимательно. Обычные экзамены в агентстве не такие сложные. Сам аэропорт настоящей крепости директор еще и добавил охранников. Он хочет, чтобы ты провалился. Содерс думает, что ты неблагонадежен, и это последний шанс от тебя избавиться. Если Содерс решил, что мы отступим, он ошибается. Удачи, новичок. Отлично. Давайте в следующей серии мы продолжим выполнение этого задания, а на этом закончим. В принципе, для вводной серии более чем достаточно. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok